Не успели российские автолюбители привыкнуть к европейским нормам Евро-4 и Евро-5, как на смену им идет новый стандарт Евро-6. Выпуск бензина высокого экологического стандарта начала компания Лукойл. Об этом заявил глава компании Вагит Олегперов. По его словам, этот шаг продиктован требованиями рынка, который уже в ближайшем будущем увеличит спрос на топливо более высокого экологического класса. У нас изменился заказ общества. Где-то в конце 90-х, начало 2000-х. Люди потребовали экологически чистого топлива. Экономика потребовала от нас производство высококачественного дизельного топлива и бензинов. И сокращение производства мазутов. Поэтому мы внедрили все эти новые технологии. Мы реконструировали свои заводы. И сегодня хочу сказать, что заводы компании Лукойл, они сегодня лучшие не только на российском рынке, они сегодня лучшие на европейском рынке. Глубина переработки 98%. Евро-5 в России введен номинально с 1 января 2014 года и фактически с официального вступления в силу техрегламента таможенного союза 1 января прошлого года. Новый регламент интересен тем, что выдвигает жесткие требования к дизельным двигателям, оставляя почти неизменными нормы для бензиновых. Главная цель Евро-6 – исключить вредоносное влияние на здоровье людей и окружающую среду высокого уровня содержания оксидов азота и твердых частиц. На таблице видно, что новый стандарт предполагает сокращение оксидов азота почти в 5 раз у грузовых автомобилей и 2 с четвертью у легковых. По мнению экологов, оксиды азота в 10 раз опаснее угарного газа. Любопытный эксперимент с Евро-6 провела Всемирная организация здравоохранения. Выявлено, что три зажженные сигареты за полчаса горения в закрытом гараже объемом 60 кубометров выделяют большую концентрацию вредных веществ, чем работающие там же и в течение того же самого времени дизельный двигатель легкового автомобиля класса Евро-6. Сроки введения Евро-6 в России пока не регламентированы, да и производить, отвечающие современным реалиям топлива на территории нашей страны, пока готовы далеко не все. Осталось процентов 10 мощностей по производству нефтепродуктов, которые еще не удовлетворяют требованиям Евро-5. Этот процесс, надеюсь, скоро завершится и полностью все объемы будут производиться именно качество топлива Евро-5. Я думаю, что компания «Роснефть» там не все мощности перевели, «Газпромнефть» они только перевели, по-моему, все на Евро-5. Следующим этапом, наверное, будут подтягиваться следом за Лукойлом. Бензин с новыми качественными характеристиками Евро-6 будет в первую очередь востребован за рубежом, учитывая, что Россия отправляет часть произведенного бензина, порядка 4 миллионов тонн, на экспорт. В этом году, по данным Минэнерго, отечественные нефтеперерабатывающие заводы должны выпустить почти 37,5 миллионов тонн топлива Евро-5. Это на 13% больше, чем годом ранее. Некоторые российские автопроизводители утверждают, что уже готовы к ужесточению экологических требований. Автоваз адаптировал под Евро-6 модель «Калина» и внедорожник 4х4 для поставок в Европу. А группа «Газ» еще в 2010 году на Международном автотранспортном форуме представила автобусы, соответствующие стандартам Евро-6. Переход на новый стандарт дорогого стоит. Французская «Рено Групп» в создании автомобилей стандарта Евро-6, в числе которых тягач «Рено Тракс» серии «Ти» инвестировал 2 миллиарда евро. Немецкому «Даймлер» вывод на рынок нового поколения «Мерседес-Бенц» обошелся в миллиард, а на грузовик «Итальянское веко» ушло 300 миллионов. Многих интересует, станут ли машины дороже с переходом на Евро-6. По расчетам компании «Бош», автомобили этого стандарта находятся приблизительно в том же ценовом диапазоне, что и аналогичной модели Евро-5. Однако это касается в большей степени бензиновых двигателей. Дизельные, как правило, требуют дооснащения, что, по мнению экспертов, может повысить их стоимость. Так что не исключено, что это несколько увеличит востребованность на рынке, например, гибридов и электромобилей. Продолжение следует...